В этом году, когда Ричард Брэнсон, знаете, вот такой путешественник, у него компания «Верджи», он на воздушном шаре, там он через атласику летел, потом через тихерки, потом хотел вокруг света, и началась борьба вокруг света на воздушном шаре в 1999 году, и они выигрывали как раз Сапикар, это вот, мы говорим, с аргличанами облетели первые, в 1999 году облетели вокруг света на гигантском воздушном шаре, который сейчас не строят, они облетели, и в 2002 году Стив Форсет в одиночку с Австралией в Австралию, вот сейчас команда Стива Форсета как раз работает над моим шаром, он строится в Англии, стартователем в Австралии, вот на высоте 11 тысячах, скорость 320 км в час, подъех потоков, вы видите, с Австралии, в Австралии, через Тихий океан, Чили, Аргентин, Атлантический океан, Лингийский океан, и произведение в Австралийской пустыне. Вот это я планирую за 14 дней, вот это сделать такой оборот, на такой высоте. Вот это уже лица, просто каждой экспедиции готовится очень долго, и готовится каждая команда. Вот видите, как я говорил, там, чтобы пойти вокруг света в одиночку на яхте, я тоже 20 лет занимался парусным спортом, я стал мастером спорта, я участвовал в многих гонках, прошел по Тихому океану уже 14 тысяч миль, и тогда только отправился, на это ушло 20 лет подготовки. на Северный полюс, у меня 30 лет ушло подготовки. Мне почитали, есть такая книга моя, жена написала, 300 лет и 3 года, да, это они почитали, что я по своей подготовке экспедиции ушло, у меня на подготовку экспедиции 300 лет и 3 года. Она говорит, а живу я, видите, только тогда написала, тут было 55 лет, у меня было. А на каждой экспедиции занимает очень много. И когда сейчас, как говорят, я просто приступил к этому, то же самое Батискап, я еще в 1997 году, а в 1995 году я уже подписывал договор с нашей компанией Рубин, такое, про закон намерения. В 1997 году я уже в Чили, уже выставка была военной, там уже мы построили мой Батискап. А сейчас, говорит, выступили только к этому, и знаете почему? Нас просто подвинуло, и я даже счастью, так скажу, мне планировалось там на 2022 год погружение в Марианскую падину. А тут, говорится, после Джеймса Камерона китайцы заявили, что они погрузятся, в 2018 году будет Патискап, в 2019 они погрузятся. И тут наши сразу говорят, надо впереди, а мне это выгодно. И вот мы сейчас начинаем ускорить, ускорить. Так, докладываю, я не благодарен. Потому что мы когда с Артуром Николаевичем, вот я недавно встретился с ним, сейчас я еще в Австралии, но он не ведет со мной, говорит, сразу я буду там докладывать ему. Артур Николаевич, так еще, отец Федор говорит, я, наверное, не доживу. А ты доживешь? А я говорю, Артур Николаевич, я доживу, но я, наверное, инфаркт получу. Если бы так мы долго устроили, вот что, нам, мы построим, мы сами не будем погружаться. А сейчас китайцы нас снимают, что-то ускоряем. Так нет, вот, у меня сейчас три таких проекта, которые юридическое общество, соответственно, поддержит, ну, и поддержит, соответственно, морально, ну, и в плане юридическое общество. Это обрететь на воду Сумшари, вот, и чтобы без остановки, ну, и, соответственно, побить мы на американский рекорд быстрее. Потом обойти на яхте, вокруг себя, я хочу сделать самую большую яхту, построить, это 60 метров под одиночкой, сделать три оборота вокруг себя, без остановки, раз, два, три, и каждый оборот, чтобы за 80 дней, потому что рекорд, то 80 дней, каждый оборот должен 80 дней, не выходя, в эту яхту, чтобы, почему это такая яхта, она так же, это, она должна рассчитана быть на все ураганы, которые существуют на земном шаре, потому что, когда я так иду, я выбираю сезон, там, ураганы в сезон, когда, а здесь же я попаду во все сезоны, 80 дней, 80 дней, 80, соответственно, попаду во все сезоны, яхта должна находиться вот такая мореходная и скоростная, скорость у нее, соответственно, очень большая, но гонять будете крейсера и протирать все, что, потому что на сегодняшний день яхты самые быстрые на земном шаре еще не придумали двигатель, который может побить пану, сейчас французы прошли за 45 дней вокруг света, на сегодняшний день еще нет на земном шаре двигателя, который может обойти вокруг света за 45 дней, за 80 дней только сейчас решают французы под двигателем, да, вот этот, и вот эти два, еще один проект мы сейчас переделаем наш кукурузник, наш, знаете, только мы делаем уже не бипланово, с одним, уже не два, а с одним, и двигатель другой, также облететь вокруг света, другой против ветра, против ветра, соответственно, с западом на восток, а надо то, что я буду лететь с запада на восток, а это с востока на запад, вот эти те проекты, которые такие большие, не считая РАТА, да-да, да. Добрый вечер, отец Федор. Да-да. Спасибо, в прошлом году я с вами познакомилась лично у вас. Отец Федорович, вот вы сейчас сказали, что 300 лет вы пожили, да, вот это совершенно поместилось в вашей жизни, и такой модный сейчас вопрос, тайм-менеджмент, да, как все это постигаете? Вот то, что вы рассказываете, это целая вселенная помещается у вас. Не, ну это же не я один делаю, ведь я сижу с вами, я говорю, а там команда, это готовить. Да, и команда очень ревностная. Вот я сейчас, я с Федором Геричихим хочу тоже погружаться в Марианскую пабину, а Федор говорит, ко мне это же не подходи с воздуша, они ревностные, они не любят с воздуша. У меня другая команда, которая даже не пересекается. Хорошо. Потому что батискапы и воздуша, они не любят друг друга. А я люблю. Иногда бытовой вопрос чисто, как вот ваш день расписан, да, ну и когда вы в походах, а вот обычный день. Ну вы были у меня, а вы были у меня в матерскую? Ну вы уже знаете, да, как? Вы уже знаете. Вот я здесь, и там человек 40, там, да. Ну как, я с людьми встречаю до 12 часов, с 2 до 4 я молюсь в церкви, у меня прямо во дворе церкви, я живу у меня на выходе, я так вот ближе, чем на людьми в церкви, да, здесь у меня мастерская, здесь келья, где, говорится, 2 до 4 я молюсь, с 4 до 6, бывает до 7 сплю, и, говорится, а утром же, вот я сегодня там же, в 6 часов уже выехал, Сергей Пасад, а там Сергей Пасад и лепичка ехал сюда. У нас очень много, очень много желаний. Дорогие господа, я прошу, пожалуйста, буквально минуточку, мы еще не закончили. Пожалуйста, присядьте все на свои места, будьте любезны. У нас по окончании вечера есть еще один музыкальный подарок, я думаю, что вы с удовольствием его послушаете. Есть только миг-композиция в исполнении Ксении Ангел. Преврачны все в этом мире бушующим. Есть только миг, за него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется жизнь. Есть только миг Вечный покой Вечный покой Сердце вряд ли обрадует Вечный покой Для сетых пирамид, А для звезды, Что сорвалось и падает, Есть только миг Ослабительный мир А для звезды, Что сорвалось и падает, Есть только миг Ослабительный мир Пусть этот мир Пусть этот мир Сталетит сквозь Сталетия, Но не всегда По дороге мне с ним Чем дорожу, Чем рискую на свете я Мигом одни, Только мигом одни, Только мигом одни Чем дорожу, Чем рискую на свете я Мигом одни, Только мигом одни Субтитры создавал DimaTorzok 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 Есть только миг Между прошлым и будущим Именно он Называется жизнь Есть только миг Между прошлым и будущим Именно он Называется жизнь Субтитры делал DimaTorzok